Открытая студия России по альпинизму и плаванию телеведущий Сергей Гурев Сергей, здравствуйте Но это не все регалии, также Осман и Сергей являются офицерами Всероссийского общества спасания на водах спасателями и жителями подмосковной Кубинки Все верно, ничего не упустели Ну и говорите мы сегодня будем об установке мирового рекорда Вы прошли от вершины Эльбруса до вершины Казбека за 8 дней Мировой рекорд установлен Да, действительно так Пожалуйста впечатление, вот в целом, как вы к этому шли что этому предшествовало Расскажите, пожалуйста В горы мы с мужем хотели пойти давно но все никак не получалось и вот настал тот день, когда наш тренер, председатель клуба Маржи Столицы Наталья Серая организовала этот поход и пригласила нас пойти с ней Мы, конечно же, приняли это приглашение потому что изначально у нас были другие планы Мы собирались посетить вершину Эльбруса с победителем шоу Удивительные люди Русланом Гаврюшенко Вот мы как раз в одном с ним участвовали в сезоне Да, Удивительные люди 3 Вот, но, к сожалению, не сложилось И Наталья сделала нам такое предложение от которого мы были не в силах отказаться Готовились мы за 2 недели всего лишь тогда, как люди обычно собираются на восхождение за год или за полгода То есть одну неделю? За 2 недели буквально Мы собрали все снаряжение Хотя это было очень трудно Вот, собственно говоря, Сережа Мы еще являемся промышленными альпинистами Вот, поэтому имеем представление о том что должно быть с собой Ну, в комплекте, в наборе В комплекте на восхождении Но перед нами был настолько огромный список Вот, и буквально вот за такое короткое время мы смогли подготовиться и отправиться в наше путешествие Итак, подготовка То есть вообще в горы до этого были вылазки? Мы не были до этого То есть это вообще первый? Это был первый опыт Мы, конечно, много путешествуем но именно на восхождениях мы были впервые И мы до последнего не верили что нам удастся преодолеть две вершины за такой короткий срок Вот, поскольку мы приехали и был еще карантин и нам в Минеральных водах сказали что нет, на Эльбрус, возможно, вы подниметесь но Казбек категорически нет там все закрыто там стоит оцепление вас никто туда не пропустит И поэтому это был сюрприз для нас что мы взошли на две вершины а потом еще узнали что это, оказывается, рекорд А, то есть изначально о том что это рекорд Нет, мы не готовились То есть вы не шли на рекорд Мы не шли на рекорд Вы просто планировали совершить восхождение Мы даже не думали что мы поднимемся на вторую вершину потому что она закрыта а потом оказалось мы уже спустившись с Эльбруса выяснили, что открыли и нам наш тренер Наталья Сер предложила давайте еще на одну вершину сходим, раз уж мы здесь и мы решили что почему бы нет давай сходим тем более, что мы уже прошли акклиматизацию мы были готовы нам не нужно было тратить время на акклиматизационные выходы для тренировки организма вот и мы сразу уже поднялись на Казбек буквально за три дня, по-моему да А группа из скольких человек? Из трех человек То есть вас фактически было Изначально нас было изначально четверо нас было но вот девушка одна покинула нас к сожалению потому что восхождение это физически и морально очень непросто Расскажите вот об этих ощущениях тем более, когда впервые испытываешь их когда до этого не было фактически ну понятно, промышленный альпинизм это все-таки не то горы, определенные эмоции давление горная болезнь Рассказывай, да Ну раз уж зашли о горной болезни зашел разговор Существует такое? Я как раз вот и умудрился попасть в эту ловушечку несмотря на то, что вот с нами же должен был идти еще гид который, к сожалению, сломал руку и не смог с нами пойти и Наталья нам как раз предложила я здесь была в горах уже и на Эльбрусе и на Казбеке и говорит я могу, в принципе, вас провести если вы готовы со мной пойти то я вас проведу мы согласились Вместо гида была Наталья Вместо гида была у нас Наталья Она очень хорошо рассчитала саму программу подготовки потому что вот эти акклиматизационные выходы она очень хорошо подготовила нас потому что у меня был большой перерыв физический перерыв и я вообще не думал смогу ли я подняться но она вот именно своими вот этими тренировочками выходами, да подготовилась физически вот у меня ноги хорошо окрепли я дышать начал нормально то есть она очень хорошо продумывает программу Но, несмотря на это, я всё равно на себя понадеялся и взял очень высокий темп. И ещё при заброске снаряжения в базовый лагерь я умудрился схватить вот эту горную болезнь. То есть у меня было очень плохо, у меня окружилась голова, то есть я не мог двигаться практически. Я там делал 2-3 шага, останавливался, пытался отдышаться. У меня вот как голова кружится, понимаете, да, земля такая под ногами вот так вот ходуном ходит. На морскую болезнь похоже чем-то, да? Да, очень похоже, да. Вот головокружение. Приходилось очень останавливаться, очень долго приходить в себя, давать прям ногам команду. Сделай шаг, сделай шаг, сделай шаг. То есть я такая, знаете, мы обычно не задумываемся, когда ходим, идём, идём. Конечно, всё автоматически. А здесь ты ногам даёшь вот прям вот ногу, иди, 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 надо идти, надо идти. И вот так потихонечку, потихонечку дошли. Даже с жизнью попрощались. Да, я когда шёл, думал, что всё, я отсюда уже не спущусь, потому что я уже понимал, что что-то здесь вот самоорганизм, что-то не так, такого не должно быть, как-то ведёт себя неадекватно, да. А это же всё-таки горы, скалы, с правой стороны пропасть, ледник, обрывы, сыпучка, вот эти камни такие, они все подвижные. То есть за него хватаешься, он падает, на ногой наступаешь, на него соскальзывает, падаешь. И вот в таких условиях получить вот такое состояние организма очень, конечно, было страшновато даже немножечко. У меня многие спрашивают, что было сложнее, один час просидеть в ледяной воде или подняться на вершину, или брусы, или Казбека. Я говорю, однозначно подняться на вершину, потому что у меня на Казбеке даже, я не раз говорила о том, что если бы я знала, что будет так, я бы не пошла. Это страшный холод, особенно на Эльбрусе, когда я подобрала... Как для человека, который привыкший, по большому счёту, к экстремальным температурам. Естественно, я не ожидала, что будет так тяжело. И подобрав неправильно одежду, при восхождении на Эльбрус, я промёрзла так, что у меня внутри даже органы, они прямо звенели от холода, от боли, насколько было тяжело. И вот тогда я ощутила, как люди погибают в горах. Когда ты садишься, и на тебя накатывает такой вот сон, усталость дикая и холод, бесконечный холод, который не заканчивается. Ветер, вот было ощущение, что его включили и не выключают. И я шла, и каждый шаг у меня был с молитвой. Господи, пожалуйста, помоги, пожалуйста, останови этот ветер. Вот так настолько мне было тяжело. А на Казбеке, поскольку я не имею опыта скалолазания, было страшно, психологически тяжело находиться на отвесной скале, где натянуты канаты. По ним нужно карабкаться, взбираться с рюкзаком, который весит 30 килограмм, который в любой момент может тебя перевесить. И я смотрю вниз и понимаю, что если я вот туда сейчас сорвусь, один неверный шаг – это конец. Когда хватаешься за камень, он летит вниз. Наступаешь на камень, а это сыпуха, и всё это летит вниз вместе с тобой. Очень психологически трудно. И в какой-то момент я даже остановилась, я начала руками колотить скалу и кричать, что зачем я здесь? Я ненавижу эти горы, я если выберусь отсюда в живых, останусь, то я больше никогда не пойду в горы. Вот были такие моменты. То есть, получается, Осман, если бы вы знали изначально о том, что предстоит пережить, возможно, бы приняли другое решение и не пошли бы? Я бы пошла, скорее всего, потому что я такой человек, что вот я не могу не идти. И даже мне было тяжело психологически, очень тяжело. Но когда навстречу мне шли альпинисты с вершиной, они говорили, что, может быть, всё-таки стоит преодолеть себя. Я плакала, я говорила, что я спущусь вниз. Я не могу, мне тяжело, мне плохо, мне трудно. Я завтра же пойду, я прекращу поход. Но люди меня подбадривали, поддерживали. И Наталья, наш тренер, тоже помогала мне очень много. И на Эльбрусе она отдала свой пуховик мне, потому что видела, что я уже практически замерзаю. И помогала иногда спускать мой рюкзак, когда мне было уже не в моготу, и было страшно спускаться с этим рюкзаком. И в горах ты, как пел Высоцкий, ты себя испытываешь. Вот там ты понимаешь, кто ты есть, на что ты способен. Потому что нигде ты так себя не испытаешь. А горы проверяют и людей, и взаимоотношения, и дружбу. И с Серёжей мы проверили свои отношения. Я поняла, что человек надёжный, на него можно положиться. Когда в трудную минуту он меня поддерживал, успокаивал, не давал мне как бы сойти с ума. Такая взаимовыручка, то есть это ещё и на дальнейшей жизни, на отношениях тоже определённые. А вот на Эльбрусе тоже была ситуация с альпинистами. Ну, на Эльбрусе у меня два же. Я же говорю, первый раз, когда на заброске, мне было плохо. А потом это проходит, Сергей? Это проходит, как правило, когда... Вот в моём случае было... Я дошёл всё-таки до лагеря заброски, там 3 800, по-моему, была высота. И там нам помогли альпинисты, я не помню, откуда они. Они мне просто чай горячий дали, мы отдохнули, чай горячий дали, суп какой-то мне дали. И я в себя пришёл и назад уже спустился. Вообще, горная болезнь, как бы, если спускаешься вниз, она отступает, отходит. И всё, вниз мы спустились, она меня отпустила. Я для себя взял условие, что надо идти помедленнее, не надо форсировать события. Но, тем не менее, я всё равно, когда уже мы штурмовали вершину, всё равно я попытался ускориться, задохнулся, и меня опять накрыло. Но там как раз вот мне помогла команда из Сочи. Они шли медленно, мы их догнали. И я что-то подумал, пойду-ка я за ним. Смотрю, идут они медленно, отдыхают часто. Я к ним пристроился, и с этой командой я поднялся на вершину. То есть практически. Вот. А на вершине вот ирония судьбы. Альпинисту из сочинской группы стало плохо, он потерял сознание, прям поднявшись на самый пик. И ребята обращались с помощью практически ко всем, кто там был. И, к сожалению, по непонятной мне причине, люди отказывались помочь спустить альпиниста вниз. И они обратились к нам. Мол, ребята, подстрахуйте нас на спуске, чтобы в случае чего кто-то смог оказать первую помощь, а кто-то бежать за помощью, связаться с МЧС. У нас, кстати, была рация. Чуть пониже мы оставили рюкзак, чтобы не тащить с собой, потому что каждый грамм наверху превращается в килограмм. И мы, конечно, согласились безоговорочно. Там на вершине стоял такой ветер, и вот было... Мы сами не понимали, что происходит, потому что очень долгий был подъём, и у всех все плохо соображали уже. И к нам, когда подходят и просят «помогите», мы, наверное, инстинкт спасателя сработал, что да, конечно, какие могут быть вопросы. Сразу забылся холод, забылась усталость. Мы ничего сверхъестественного не сделали, по сути. Мы просто шли рядом с ребятами и страховали парня. И немножко, когда он спустился пониже, ему стало лучше. Он пришёл в себя, но я помню, как они благодарили нас. Я говорю, ребят, ну мы ничего не сделали. Мы его не откачивали, мы его не спасали, как-то там не тащили его на себе. Мы просто шли рядом. Но ребята посчитали, что мы помогли и шли всю дорогу, нас боготворили, какие мы молодцы, что мы не отказали. Но для нас это совершенно естественно. Я не понимаю, как можно переступить через погибающего альпиниста, как на Эвересте происходит, и пойти дальше на вершину. Я хочу напомнить, сегодня в открытой студии «Радио 1» говорим о мировом рекорде. Альпинисты-любители Османа Дилибаш и Сергей Гурьев из Кубинки прошли от вершины Эльбруса до вершины Казбека за 8 дней. И сегодня они в открытой студии «Радио 1». Скажите, Осман Сергей, какой день был самый сложный? Третий день подъёма на высоту 3,500 на Казбеке. Потому что здесь начался очень крутой подъём. А какие температуры, чтобы понимать? Минус 25, но ощущается как минус 35 за счёт резких порывов ветра. Вот я говорила, что на Эльбрусе был ветер такой силы, что он просто даже не стихал ни на минуту, ни на секунду. Он просто дул, сметая нас со склона и заметая следы. Поэтому нужно было идти, чтобы не потеряться. Тропинки заметала, вешек было не видно, которые указывали направление. А заблудиться там очень легко. И буквально в этом, я не помню, то ли в этом году, то ли немножко пораньше, группа из 11 человек погибла на Эльбрусе, заблудившись, они замёрзли. Поэтому было психологически очень сложно. И вот я запомнила третий день подъёма в лагерь на 3,500 на Казбеке, когда я первый раз заплакала. То есть у меня была истерика на склоне. Вот тогда для меня самый тяжёлый был день. У меня самый сложный как раз штурм вершины Эльбруса, когда я горный Бали схватил. И вот пока не встретили сочинскую вот эту группу, я думал, что я не дойду до вершины, потому что я просто терял сознание, не мог делать шаг. Я видел следы Османа и Натальи, пытался по ним идти, я немножко отстал. Но следы прям буквально, допустим, 5 видно. Пока ты на 2-3 ориентируешься, уже верхний заметает, прям на глазах просто заметает. И ты не понимаешь, куда идти. Голову поднимаешь где-то вдалеке, вроде их увидел, всё, ориентир взял. Склон очень такой крутой. Ноги проскальзывают, несмотря на то, что в кошках. Вот этот ветер холодный, сильный такой. И, конечно, ещё горная болезнь у меня вот эта накрыла. И я вот думал, ну всё, сейчас я здесь, наверное, останусь. Но потом, когда уже отдышался, у меня как второе дыхание открылось, мне казалось, я могу ещё и сбегать. То есть фактически самое главное, ну помимо там остальных различных факторов, очень важно, чтобы был определённый темп и чтобы не сбивалось дыхание. Вообще говорят, что на вершину не надо вбегать, туда нужно заходить. Потому что многие пытаются забежать очень быстро, и в итоге они не доходят. Потому что когда мы уже спускались вниз, мы встретили ребят, который один из них, он айронмен бегал. То есть это очень такая... Ничего себе, да. Трижды он делал айронмен, и он не смог подняться. Но в горах это ничего не значит. В горах это вообще ничего не значит. Горы пускают далеко не всех. То есть такое ощущение, что горы сами решают. Будь ты олимпийский чемпион или трижды рекордсмен какой-нибудь, это совсем ничего не значит. Я несколько раз задавала себе вопрос, я вообще смогу забраться или нет. И вот к слову о горной болезни, профессиональные альпинисты всегда говорят, если вам стало плохо, то в голове должна быть одна единственная мысль. Я самый медленный человек на земле. Нужно сбросить темп до такой степени, чтобы мочь восстановить дыхание. В условии гипоксии это сделать крайне тяжело. Но вот за счет медленного темпа можно прийти в себя, как вот Сереже удалось побороть. Но при этом дышать приходилось ртом, потому что дыхалка была сбита. У меня из-за этого обветрились губы, очень сильно потрескались, прям в кровь просто. Сильнейшие ожоги. Мне было на себя страшно смотреть. Я даже на фотографиях, если посмотреть, вот в Вишину Эльбруса, у меня везде было оклавое лицо закрыто, потому что я понимал, что я не хочу, чтобы меня видели в таком состоянии мои родные. Иначе просто в обморок упали. Очень многие получали ожоги лица. И была одна девушка при нас, которая ослепла. По какой-то причине она оказалась без очков. Это обязательное условие. Очки четвертой степени защиты от солнца, так как ультрафиолет отражается от снега. И можно просто сжечь себе сетчатку. И одна девушка ослепла, ее прям спускали с вершины аж. Была собака, кстати, одна, которая... В группе в какой-то? Или она сама решила покорить? Она за нами увязалась на выходе, когда мы шли на пик Калицкого на Эльбрусе. Это 3 500 высота. 3 500 высота. И эта собака прошла с нами. Все пороги, все реки она проходила с нами. И даже ни разу не зашла в палатку. Мы ее звали, потому что был дождь, было холодно. Она спала рядом, охраняла нас. И я заметила, что у нее повреждены глаза. И потом оказалось, что эта собака была на вершине Эльбруса. Поднялась в какой-то из групп. Но они не предусмотрели того, что все-таки нужны специальные средства защиты для глаз. Собака ослепла? Она не ослепла, но повреждены глаза. Повреждены были. Это видно было прям. Героическая собака. Героическая собака, удивительная. Кто морально поддерживал нас очень хорошо. А для меня собака — это талисман. И поэтому, когда была рядом... Не зря она встретилась и была именно с вами. Да, и когда я увидела рядом с собой собаку, это вот хороший знак, я была спокойна из-за этого. Как ночевки происходили? Чем питались такие моменты? Ночевки происходили в палатке. Бутовые? В палатке. Иногда нас заставал дождь. У нас были мокрые вещи насквозь. Рюкзаки, спальники. Мы спали в мокром, прям в палатке. Очень было холодно. Особенно на высоте 3 800. На Казбеке на высоте 4 200. Когда мы ночевали, это были ледяные ночи. Настолько холодно, что всю ночь ты лежишь, трясёшься и ждёшь, пока настанет рассвет, чтобы хоть чуть-чуть согреться от солнца. Это всё при том, что на нас был надет весь комплект одежды, который у нас есть, трёхслойный. Спальники тёплые, казалось бы, которые рассчитаны на такую температуру. Но вот так происходила ночёвка у нас. Когда выглядывало солнце, мы сразу же развешивали наши мокрые вещи, весь инвентарь. Выставляли на солнце, чтобы это всё просушить. А сохнет быстро? Когда как. Погода меняется каждые 3 секунды практически. Особенно чем выше, тем быстрее меняется погода. То есть я хотела сфотографировать, помню, Эльбрус. За телефоном зашла в палатку, вылезла, а там уже снег идёт и всё-всё в облаках. Погода очень интересная. Засыпаешь под дождём, просыпаешься, у тебя внутри палатки иней. Про еду расскажи. Вы говорили, что люди проверяются в горах. Я понял, что я своей женой могу выжить в любых условиях, потому что, несмотря ни на что, всегда у меня был завтрак, обед, ужин. Как бы она не замёрзла. То есть я уже прихожу, там падаю и такой, всё, я не могу ничего. Она в это время там всё шёл. Покушать я люблю тоже. Она всегда готовит. Будет мне, давай кушать. То есть это тоже такой показатель. Но ели, наверное, ты... Сублимированные продукты. Всё это сухое в пакетиках. Плюс этого питания в том, что всё это очень лёгкое. Также были интересные вещи, как сухое мороженое, сухой мёд. Всё это вкусно. Но в первую неделю, когда ты находишься в походе столь долгое время... Ну, в общем и целом мы находились в горах в течение месяца. И когда ты утром в обед и на ужин ешь только сухие продукты, уже мечтаешь о Макдональдсе, уже мечтаешь о суши. Хочешь обычной еды, макаронов с сосисками. Это на мою мечту. Это вот Серёжа всё мечтал. И каждую ночь мы засыпали. Серёжа, что бы ты сейчас съел? Я бы съел пельмени, а ты... А я... И вот так вот мы фантазировали, и прям ощущая вкус еды настоящий, который можно ощутить. И когда ты возвращаешься, начинаешь на всё смотреть по-другому. По-другому, меняются, да? Наверное, для этого люди идут в горы. Да, это тяжело. Это безумие какое-то на самом деле. Потому что я шла, и я думаю, не-не-не, никогда в жизни. Вот на море, пожалуйста, путешествия, пожалуйста. В ледяной воде плавать. Это вообще ерунда, так скажем. В горы никогда. Но сейчас я пересмотрела, я отдохнула. Я понимаю, для чего люди туда идут. А сколько на отдых потребовалось? Вот сколько на восстановление после такого путешествия? Ну, где-то недели две. Вот так вот мы в себя приходили. Ночью мне снились камнепады. Кстати, на Казбеке постоянные камнепады. Вот я вешу на скале в этой непонятной позе с тяжеленным рюкзаком. И слышу, предыдущая группа, которая идёт выше, орут камни. Я смотрю, вверх на меня булыжники летят. И вот Серёга орёт мне, к скале прижимайся, сразу голову прячь. Мы, естественно, в касках. Но получить удар булыжником с такой высоты по каске, это можно просто сорваться, слететь вниз. И поэтому вот так вот прижимаешься к скале и ждёшь, пока все эти булыжники пролетят. Страшно. И ночью, я помню, вскакиваю с кровати вот так вот вбок, отлетаю, чуть ли не падаю. Серёжа просыпается. Что случилось? Я говорю, камни летят, камни летят. Он говорит, да мы дома, дома, всё, успокойся. Я говорю, фу. И вот в этом состоянии мы пребывали недели две после похода. Сейчас мы восстановились, и я пойду в горы. Моя следующая цель, наша с Серёжей, это взойти на вершину мира, на Эверест. Когда это будет, мы точно не знаем, поскольку путешествия дорогостоящие и требуют определённой специальной подготовки. Особенной какой-то, правильно? Здесь же вы фактически без специальной подготовки. И физической подготовки, и физической подготовки. Поэтому мы были готовы, но в горах, конечно, это другая нагрузка совершенно. А на Эверест нужно подниматься с баллонами кислорода, потому что там высота, то есть зона смерти, там дышать уже самостоятельно невозможно. Если на пяти тысячах ещё можно дышать, просто чувствуется нехватка, тяжелее, то там практически после 7 тысяч, 6-7 где-то, у всех по-разному, уже дышать практически невозможно. Единицы людей, которые могут подняться без кислорода дополнительно. Ну, 50% из них не возвращаются. По статистике из 13 к 1 не возвращается. То есть сейчас цель подготовиться к восхождению на Эверест? Это не первая цель, на самом деле, не главная цель. Это просто я допускаю, что в моей жизни это возможно. Это будет, да? Если у меня появится такая возможность и время, самое главное, то я обязательно схожу, прогуляюсь на Эверест. Это совместная цель, правильно? Совместная, конечно, конечно. Да, сейчас я выпускаю книгу свою, и, наверное, сейчас главная, это вот моя книга, над которой я сейчас работаю. Также музыкальный альбом в работе и большой проект по выживанию, который выходит на зарубежном телевидении, на YouTube можно посмотреть, на российском телевидении также он, скорее всего, будет выходить. Там я показываю способы выживания в дикой природе, разные интересные вещи, которые можно делать, как, например, вырезать ложку с помощью камня из дерева, как сплести гамак в лесу самостоятельно из верёвки, сплести корзинку, вылепить посуду из глины, переправиться через ледяную реку в плавь. Вот о таких вещах я буду рассказывать и показывать в своём новом проекте. Так что вот это главная цель и на сегодняшний момент для меня. А Эверест это вот так... Подождёт немного. Ну, мы в процессе, мы в работе, мы как только появится возможность, сразу же отправимся, я думаю. Сергей, у вас какие планы, помимо совместных, естественно? Ну, у нас сейчас все планы практически совместные. Все совместные, да, проекты? Да, потому что я, конечно, попытался отговорить её от Эвереста, так же, как и от ледяного плавания в своё время, но понял, что это бесполезно. Если она что-то внушила в голову, это нереально уже переубедить её. Поэтому у меня задача только одна — быть рядом, помогать, поддержать. Если она идёт на Эверест, значит, я тоже пойду на Эверест. Максимально подготовились, постараюсь, чтобы она была готова, чтобы нам можно было благополучно спуститься оттуда. Потому что подняться — это не самое сложное, потому что самое сложное, больше всего несчастных случаев именно на спусках происходит. И это мы убедились даже при наших вот этих предыдущих восхождениях на казбека или брус, потому что коленка, суставы, это болят, например, до сих пор. То есть ещё не пришли в такое состояние. Потому что совершенно другие. Люди после одного восхождения восстанавливаются в течение месяца. Это мы, общаясь с профессиональными альпинистами, выяснили, когда люди слышали, собственно, как рекорд произошёл. Да, я как раз хотела спросить, когда вы узнали о том, что есть мировой рекорд, как вообще отреагировали? Общаясь с альпинистами, мы просто рассказывали, что мы любители из Москвы, которые вот из Кубинки, которые поднялись на вершину Эльбруса и затем сразу пошли на казбек. Причём со стороны севера. Это сложный путь, это сложный маршрут. И люди на нас смотрели и говорили, ничего себе, мы профессионалы, после Эльбруса восстанавливаемся месяц. А вы вот так вот сразу взяли, и за сколько дней вы от вершины до вершины? Я говорю, ну вот за 8 дней сразу же у нас не было полных дней отдыха. И когда многие удивлялись, Серёжа просто предположил, а вдруг это никто не делал? И тогда я написала директору агентства по регистрации мировых рекордов, Интеррекорд, Владу Копылову. Я говорю, Влад, вот мы прошли от вершины Эльбруса до вершины казбека, и от вершины до вершины путь занял 8 дней. Я говорю, а вдруг это никто не делал? Он говорит, я проверю. И действительно, к нашему всеобщему удивлению, это казалось мировым рекордом среди альпинистов-любителей, что за такой срок никто не преодолевал этот путь. И это можно было зарегистрировать по желанию. Он говорит, ну хочешь, зарегистрируй. Ну, зарегистрировали? Ну, зарегистрировали официально. Переживать начала. В Книге рекордов России и в агентстве мировых рекордов Интеррекорд наше вот это путешествие зафиксировано официально. Оно у нас было ещё официально зафиксировано в МЧС и погранслужбах. Ну, это обязательно, когда любое происходит. И, соответственно, мы собрали доказательственную базу, которую нам запросили у нас, её проверили и дали нам заключение. Да, это рекорд. Нам выдали, вот недавно прислали нам дипломы уже официальные. Как чувствуете себя после установки мирового рекорда? Как вас в Кубинке, может быть, встретили в целом? Как отреагировали близкие, знакомые? Рекорды начинают узнавать только сейчас, всё не сразу. Это, в принципе, с моими предыдущими рекордами было так, когда установила рекорд, и всё, в принципе, тишина. А потом кто-то написал об этом, кто-то по радио сказал, кто-то по телевизору показал. И вот так вот люди начинают узнавать, и постепенно всё только начинается. В завершении, какой-то совет тем, кто, возможно, захочет повторить ваш путь? В целом, кто собирается покорить ту или иную горную вершину? Такие же альпинисты-любители, непрофессионалы, да? Вот от вас совет, на что важно обратить внимание, чтобы, возможно, не наступить на те грабли, на которые вы наступили, какие-то ошибки не допустить, чтобы максимально всё благополучно прошло? Очень хорошо подумать, нужно ли вам это или нет. Физически тяжело, психологически очень тяжело. Не нужно жалеть средств на гидов, которые знают дорогу. Хорошие профессионалы должны быть рядом. Нужно умение пользоваться альпинистским снаряжением. Правильно делать страховки. Вот мой совет. Очень хорошо подумать, потому что если вы не готовы к таким испытаниям, не все выдерживают их, не нужно. Съездите лучше на море, отдохните где-нибудь. Но тогда горы не для вас. А если всё-таки решили, то правильно осмотрим. Первое. Это хорошая команда, с которой вы должны идти. Люди, в которых вы уверены, в которых обязательно хороший гид, который знает маршрут. Дальше подобрать правильную одежду, потому что это немаловажно. Вы должны настолько её комбинировать, уметь в нужный момент. Достать пуховик, убрать пуховик. Достать ветровочку, убрать ветровочку. Всё это делается в движении практически, потому что времени нет. Погода меняется моментально. То есть вы идёте с солнца, через секунду у вас налетает просто туча на ходе. Она может быть грозовая, дождевая. То есть вы должны уметь... Всё продумать, снаряжение. Да, чётко должны понимать, какое снаряжение вы с собой берёте, и что вы умеете им пользоваться. Пройти соответствующую подготовку физическую, психологическую. Возможно, походить даже на альпинистские какие-то курсы, чтобы вы умели пользоваться этим. Потому что это обязательно понадобится, как наша практика показала. И морально быть готовым к тому, что будет это очень нелегко. Потому что мы спортивные люди, и даже нам оказалось очень тяжело. И при всём при этом нам повезло. И с гидом, и с погодой, можно так сказать. Мы живы-здоровы, вернулись без травм, чего и всем желаем. Очень приятно было видеть вас у нас в студии. Я желаю вам новых свершений, новых покорений. Всё, что запланировано, чтобы всё оно было реализовано. Спасибо. Сегодня в открытой студии «Радио 1» принимали участие актриса, певица, каскадёр, телеведущая, четырёхкратный рекордсмен мира по выживанию в условиях экстремального холода и по альпинизму, Осман Дилибаш. И актёр, каскадёр, юрист, рекордсмен мира и России по альпинизму и плаванию, телеведущая Сергей Гурьев. Также мои гости офицеры Всероссийского общества спасания на водах, спасатели. И, напомню, говорили мы об установке мирового рекорда. Осман и Сергей прошли от вершины Эльбруса до вершины Казбека за 8 дней. Спасибо большое, удачи, до свидания. Всего доброго, свидания. Так, сейчас фото. Открытая студия